В этом углу Ореста Солано, кубинский боксер. Сагар ему секундирует, главный тренер сборной клубы. И Свен Отке. Вот он, Свен Отке. Федеративная республика Германия. И советский рефери, вот он перед вами. Ну, написано Яков Рагимов, и больше мы его знаем как Отари Рагимов. Судья из Тбилиси. Оба боксируют в левосторонней стойке. Но я бы сказал, кубинский боксер выглядит помощнее. Кубинский боксер. Ореста Солана, чемпион игр Центральной Америки, неоднократно чемпион в клубе. Такой уже именитый боксер, на многих крупных соревнованиях выиграл популярный турнир в Белграде пять лет назад. 27 лет кубинскому боксеру. Ну, соперник поболоже, западному германскому боксеру 23 года, недавно в июне исполнилось. В своей лодке титулованный боксер, бронзовый призер чемпионата мира 89-го года, чемпионата Европы. Участник Олимпийских игр в Сеуле. Своебразная манера вести бой. Вот обратите у него внимание на боксера из ФРГ. Он обычно левую руку так вниз опускает, как бы открывается, знаете, так демонстративно. Он думал, пожалуйста, я открыт, бей, атакуй. Но очень хорошо маневрирует парень. Стоп! Долго сейчас готовит Ареста с Салана атаку. Так долго, что соперник успел закрыться, уйти в глухую защиту. Вы знаете, вот в обычные будние дни здесь в Колизеуме очень много народу, ну почти запомнен до отказа жалоб, но сегодня суббота, и я вот вижу, есть свободные места в уикенд, и люди отправились на жарко очень в Сиэтл, и отправились за город на... На речку, на озеро, благо очень красивые здесь живописные места. Я вот как раз сейчас вижу среди почетных гостей нашего президента, Федерации бокса Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, Павла Романовича Поповича, нашего прославленного космонавта. Вот он здесь тоже находится, и вот, зная, что он еще великолепный рыбак, его американцы пригласили, вчера был выходной день, как раз боксеры не выступали, и его пригласили на рыбалку. Вот я еще не успел с ним пообщаться, спросить, поймал он, что его пригласили специально на отлов семги. Соперники стоят друг друга, очень равный бой, очень. У Кубинца хороший левый прямой. Вот он как бы прощупывает защиту соперника, но тем не менее и пробивает ее, именно левый набирает очки. Но держит свою правую, так сказать, ее экономит, что ли, силы, да, уже точно в удара. Хорошая защита у своей нотки. Перестал бравировать, знаете, так уже руки поднял вверх, подбородку ушел. Хотя временами все-таки опускает левую руку, вот вы сейчас видели как раз. У него хорошая реакция, успевает собраться и встретить удары соперника. Опасно опускает голову и батарея Рагима делает замещание в боксера из ФРГ. На свинутке живет в западном Берлине. Хотя считается боксером ФРГ. Водки закончил университет, и он бизнесменом работает. ФРГ. Брэк! Стоп! Команда Брэк. Надо отойти на шаг назад. Упорный бой, упорный. Ой-ой-ой, ну как же так можно? Был гонг, и после гонга нанес удар. Ну, в общем-то, это не похоже на кубинского боксера. Альсидас Сагара ему секундирует. Великий Сагара. Я уже не раз говорил в репортаже об этом. Это действительно очень популярный человек на клубе. Главный тренер кубинской сборной, боксерской дружины, которая много раз с блеском выступала на различных соревнованиях, на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Альсидас Сагара. Свинотки. Едване. Шесть лет уже в Свинотки входит в сборную Федеративной Республики Германии. Ну, я уже называл вам его титул, и он действительно боксер известный. И неспроста получил персональное приглашение участвовать в игре в доброй воле. Альсидас Сагара. Ареса Салана. Начинает активные действия. Нравится мне свянотки. Прекрасно передвигается по рингу. Знаете, есть такая даже вот типа пословица, что покажи как ты передвигаешься по рингу, я скажу какой ты боксер. Вот видите, как ушел сейчас, изящно Отки ушел от ударов соперника И тот промахнулся, потерял равновесие и оказался сам на стиле ринга Но сейчас вот в третьем раунде он отдал инициативу кубинскому боксеру Тот идет бой и атакует, а Отки в основном защищается Хотя я чувствую себя очень легко, непринужденно, но надо самому атаковать Опасное движение головой, и тот, и другой Да, Солана имеет преимущество в третьем раунде Вы знаете, но процент попадания его ударов очень незначительный все-таки Вот даже сейчас, вот в ближний бой вошел, прижал соперника к аганатам А удары в основном приходятся по перчаткам западно-германского боксера Отки, Отки прижал, прижал голову соперника Да, третий раунде очень зрелищный Такое, много грязи, что ли Захваты Удары почти, ну большинство ударов и того и другого боксера идут Вот видите, даже Здесь уже борцовские элементы пошли Немножко оживился зрительный зал Вот чуть-чуть в конце третьего раунда Отки активизировался Ну, видно, понял, что все-таки нельзя выиграть за счет красивых уходов, отходов Передвижение по рингу, надо все-таки, простите, драться Бокс все-таки это обмен ударами, где-то нужно набирать очки Закончился поединок боксеров второго среднего веса Свена Отки, вот он перед вами, ФРГ И Орестаса Солана, Куба Еще раз напомню, что в этой весовой категории выступали наши боксеры Ростислав Зауличный и Игорь Бунин Зауличный в четверть сценария проиграл канадцу Крису Джонсону 4-1 в счет судейских записок А Игорь Бунин уступил Орестасу Солано Кубинцу 0-5 Хочу отметить, что в нашей сборной много очень талантливых боксеров Действительно, по большому счету Константин Копцев, молодой тренер Несколько лет возглавлял молодежную сборную И в прошлом году принял уже взрослую сборную И принял удачно Пять золотых медалей наши боксеры завоевали на московском чемпионате мира И, как говорится, дай бог ему удачи Хороших ребят подобрал из разных городов страны Действительно, география очень обширная Но, видите, не всем, конечно, суждено было выйти в финал И, как говорится, дай богу, молодой бюджет И, как говорится, дай богу, молодой бюджет 4-1, Солано Редгарн